мы снова находимся на том же самом месте в африке танзания два года тому назад мы были здесь служили этим людям и тогда мы дали богу обещание что мы снова вернемся в эту страну чтобы помогать этим бедным обездоленным людям как вы видите сзади вот здесь там он внизу это дно высохшего озера мы едем по этой стране и везде мы видим сухие речки вернее русло рек мы видим высохшие озера и если вы посмотрите вокруг эти все просторы сухие и сегодня не во всех местах этой страны есть успешная жатва и большая часть населения голодает только лишь потому что нехватка урожая нехватка кукурузы кукуруза является основным знаете таким продуктом питания и люди в этой стране в основном они кушают именно продукт из кукурузы мы направляемся сейчас на север в сторону озера виктория и в том направлении есть очень много прекрасных поселений где живут много жителей но они сегодня голодают нуждаются в пище мы везем им финансы чтобы закупить кукурузу которую мы будем кормить все эти племена потом мы будем передвигаться дальше на все те деньги которые вы передали мы уже закупили 400 мешков еще планируем около 500 мешков закупить кукурузы последствием которые мы будем кормить сейчас голодные племена и также в дальнейшем особенно самый тяжелый сезон впереди который в эту зиму ожидается в жизни этого народа приехали в одну христианскую семью это друзья нашего миссионера год ты завезли им сахар по пути едем сейчас в другие племена это специальные здесь делится племена по названиям есть племена масса я а эти барибуны как туда что такое такое племя от него очень сильно пахнет коровяком видно не натирают так тяжело горло сводит спирает в этой семье у мужчины ум три жены тоже и вот это все каждый домик это для каждой жены вас раз дом второй дом и третий дом там это все дети это дети от разных мужей вот так христиане живут где-то далеко в африке в танзании мы часто порой не имеем даже как бы представление как живут другие люди и мы не ценим той жизни они пригласили нас очень так гостеприимно очень радуется что мы приехали к ним и пригласили присесть у них здесь на скамеечке поставили нам ведра посмотреть мы сидим это вот их не зал да для общения на скаме эти дети девочки вообще не ходят школу не здесь нет ни школы не образования вообще это нас нуждается большой революции им нужен вообще номер один иисус конечно но и образование столько много мух и сотни мух здесь летают как она тафута мута на нас и где а айдиюи и 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 Хорошо. Так, ты нужна школа. Да? Вы сделаете так. Скажите, Гота. Присоединяйте. 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 Приводите. Присоединяйте. А потом... Придите. Присоединяйте. Придите. Присоединяйте. 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 Выдите. Иди не延вали. Они не знают, что делать с этими игрушками. никогда не видели рассматривает их для них это что такое первый раз в диковинку внимание у них в доме нет никакой мебели у них нет ничего абсолютно они не знают даже они в жизни не не боишься ничего благословили молитвы все светили они на нас смотрят а мы должны показать что мы все-таки действительно и миссионеры берешь вот так кукурузу вот которую мы покупаем это кукуруза и вот так соус и мелень и потом рот 1 и еще раз так лень-лень а другого пути нету вот так ведь миссионерами и И курочку потом, жир-жир-жир. Уже доел, после что с курочкой осталось. Мух не попали, ничего в рот так нормально же? Мясо с мясом не мешает. Не страшно. У нас другого варианта нет, пятизвездочных отелей здесь нет. Так что молодцы, они нам наготовили для бушисов, это шикарно. Мух многовато, правда, но надо кушать. Они очень гостеприимно нас встретили. Зарезали лучшую курицу. Правда, зубы нужны железные, русские. Вкусно. Только не живется. Голодать приходится. Они нам показали свое гостеприимство. Не каждого они принимают, эти, он сказал. Эти трайпс-племена, не каждого принимают. Если они накрыли стол, то это уже все, они открылись сильно. Другой раз бы, конечно, не кушали, но здесь... Но нам миссии так и надо кушать. Чтобы они слушали нас о Христе, приходится с мухом и тоже воевать. Ммм, это хорошо. Ты любишь? Да. Это жизнь. Да. О, окей. О, Санта. Чай. Теперь мы пьем чай. Не знаю, с какой речки набрали, но не имеем права не пить. Заварки нету, но вода мутная. Вот здесь место священного писания, и что смертоносное, выпьют. Написано что? Вадимашка бледнел. Не повредит им, да. Вот здесь нужна вера с мухами. Кс-кс-кс-кс. Иначе они не примут Евангелия. Вот так, ребята, кто хочет быть миссионером, пожалуйста. Кс-кс-кс-кс. Учитесь пить, что подают, есть, как подают. И чай из любой лужицы. Нормальный чай. О, с сахаром даже, да? Слабим. О, это хорошо. Вот так. Потихоньку язык выучим. Будем разговаривать по нас вагиле. Не ставь, какие кушери. Дети пугаются, плачут, кричат. Не видели белых людей. Для них белые люди, как сатана. Никогда белых не видели, боятся. Никогда не видели белых. Мы для них ужас. Для них белый человек – это дьявол. Пипи. Месяц назад эта семья, собрав все остатки корней, которые они могли найти здесь, и также такие фрукты растут на деревьях, которыми питаются обезьяны. Это составляло весь их обед. Они сварили вот это вот варево и сели кушать. Но перед этим они помолились, обратившись к Богу, не дай нам умереть с голода. Еще не окончили они свое пропитание, как появился Гота и привез им три мешка кукурузы. Здесь вы можете обратить внимание, как они толкуют эту кукурузу в кукурузную муку, превращая ее в кукурузную муку, чтобы потом варить кашу для своей семьи. Вот такой труд делают эти женщины, чтобы накормить свою семью. Наверное, наши белые женщины давно уже не занимались такой работой. Цивилизованный мир. Он не знает таких условий жизни. Это дети и семья. Вот вы видите сзади ребенка, которого я держу на руках. Несколько месяцев назад мать их бросила и убежала, оставив этих детей со своим отцом. Я не знаю, наверное, в тяжелой жизни. Но дети есть дети. Она такая легенькая, я не знаю, сколько ей лет. Она такая малепусенькая, легенькая. Просто лежала там одна, пока ее не увидели. Вот такая жизнь. Люди живут, борясь за свое выживание. Вы можете обратить внимание на девочку с большим животом. Это черви, которые возятся там в этом животе. И практически, если не давать медицину, то эти дети обречены полностью на смерть. То, что видят наши глаза, то, чему мы становимся свидетелями, поражает вообще. Трудно поверить, что люди живут в таких условиях, в таких обстоятельствах. Не верится, что мы живя среди такого цивилизованного мира, можем видеть что-то подобное вообще. Не знаю, сердце разрывается на части. Особенно, когда ты осознаешь, что ты мало чем можешь помочь этим людям. Нужно очень много денег, нужно очень много труда. Нужно большое посвящение, чтобы что-то изменить в жизни этих людей. Слава Богу, конечно, за таких людей, как Готе, который любит этих людей, который посещает их, который привозит им пищу, который с любовью к ним относится. И самое главное, он является действительно этим светом в этой кромешной тьме и несет людям свет, благовестие, несет Евангелие и то, что мы становимся свидетелями всему этому. Помоги нам, Господь, никогда не забыть этих людей, не забыть эту обездоленную страну Танзания. Только чтобы приобрести драгоценную воду, им приходится идти полтора часа вниз по склону этой горы. Где-то там, я не знаю где, но они находят эту драгоценную воду и несут ее сюда, в эти вот горы, ущелья, где они живут. Это тяжелый, изнурительный труд вообще, и эти условия, в которых они живут, дорогие, невозможно смотреть просто так, без сострадания. И я просто обращаюсь ко всем сегодня, кто смотрит нас. Дорогие, помните, что есть люди, которые действительно нуждаются в вас. Помните, что ваши, может быть, небольшие финансы, но они могут сделать очень большую помощь. И благодаря таких людей, как Готте, мы можем принести им свет Евангелия, мы можем принести им спасение. Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто принял участие в программе «Иосиф». Это значит «Накорми голодного». Спасибо вам, святые, за ваши приношения, пожертвования и за ваши открытые добрые сердца. Мы получали множество-множество писем, множество пожеланий и финансов отовсюду, со всех концов мира. Я хочу просто поблагодарить вас и выразить вам особую-особую благодарность, что мы здесь, для этой цели, чтобы все ваши приношения и финансы, они были использованы по назначению. И, как мы уже рассказывали вам, что цель нашей поездки будет в том, чтобы забить хранилище зерном. И сейчас мы здесь, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на построенный дом-хранилище. Так как Танзания является самой бедной страной мира, она находится на дотациях богатых стран. И одной из этих стран является, конечно же, Америка. В этом году, в связи с тем, что произошел мировой экономический кризис, то большинство стран, которые участвовали в помощи Танзании, они отказали в своей помощи в этом году. И правительство страны Танзании объявило, чтобы люди находили себе пищу сами, чтобы они заботились о своем пропитании сами. И единственная надежда осталась у людей, на миссионеров, проживающих здесь. И для верующих людей единственная надежда – это Господь. До этого времени дома-хранилища могли строить только люди, богатые перекупщики, которые во время жатвы скупали по дешевке зерно, загружали в эти хранилища и в тяжелые времена перепродавали в три раза, а то и в пять раз дороже. Естественно, для бедных людей не было возможности приобрести это зерно. И многие из них просто умирали с голода. Но в этом году наш друг Гота, он обратился к правительству с просьбой, чтобы они разрешили этой церкви, находящейся в Дангабеши, построить дом-хранилище. И правительство разрешило. Этот дом был построен. И не просто построен, правительство выделило двоих людей, которые находятся здесь каждый день и охраняют это зерно. Они знают, что это зерно не будет продаваться. Оно будет направлено на кормление голодных живущих здесь просто бесплатно. А сейчас мы пройдем и посмотрим, что этот дом уже начал заполняться зерном. И там находится более 600 мешков на данный момент. И мы здесь для того, чтобы продолжить закупку зерна. Самое выгодное зерно покупать во время жатвы. Это с конца мая по конец июля. И в связи с тем, что в этом году в некоторых районах все-таки удался урожай, мы все-таки купили некоторое количество мешков кукурузы. И довольно-таки купили по дешевой цене. По 8 долларов за мешок 100-килограммовый. Несмотря на то, что хранилище как бы небольшого размера, но здесь находится драгоценность ценнее, чем золото. Потому что тогда, когда наступает засуха и голод, для людей эта кукуруза является самым ценнейшим продуктом. Кукуруза и вода, за что бы они отдали все, даже свою жизнь. И сейчас здесь мешки кукурузы, которые были закуплены несколько времени назад, по 8 долларов. И приехав сюда буквально 2 дня назад, мы обнаружили, что цена резко пошла вверх. Сегодня же мы отправляемся в поисках кукурузы, чтобы узнать, сколько еще мы можем наполнить этот амбар кукурузы. В понедельник мы поедем по самым бедным районам, где люди уже голодают, и будем развозить им кукурузу. Но сейчас цена поднялась. И невзирая на то, что цена поднялась, мы все равно будем покупать, потому что она будет расти, расти и расти. Мы находимся в местности Рифт-Вали. И вы уже немного услышали о церкви и о прочих вещах, но это местность, где самые сильно пострадали от мощной засухи. Практически урожай у этих людей весь полностью сгорел. И сейчас это самая такая вопиющая точка, где люди нуждаются более всего в кукурузе. И несколько времени назад им привезли уже кукурузу из той партии, которую мы закупили. И сейчас мы просто приехали посетить этих людей, посмотреть, насколько сильно их нужны, пройтись по их домам и увидеть, как они живут, и посмотреть все-таки, как на самом деле все это происходит. И давайте мы пройдем немножко, то под открытым небом вы можете увидеть кухню, где они приготовляют пищу. Эта пища готовится для людей, которые не имеют вообще пропитания, у них не на что купить денег, и они приходят сюда, чтобы хотя бы немножко перекусить кукурузу, как они это называют майс, это их кукурузная каша. И через несколько, где-то около километра они принесли воду, и теперь здесь под открытым небом разведен костер, и они готовят эту кукурузу. Мы пойдем поближе и посмотрим. Вначале они берут, замачивают в воде, насыпают, после того, как она разбухнет немножко, они засыпают соль, и берут, вы посмотрите, пепел от костра, добавляют туда пепель, я так думаю, что они используют это как витамины, потому что у них здесь нет витамины. Смешивают это с пеплом, через время очищается вот эта шкорка, и становится вот белая, вы можете увидеть, у Вильяма белая кукуруза. После этого добавляют воду, и опять ставят на огонь, и готовят уже до готовности. Это уже после того, когда они все смешали, потолкли, и она вот получается как густая манка. После они еще добавляют гуще, месят это все руками, как тесто, и после этого человек отщипывает, окунает в водичку и ест. У тех, у кого есть более как бы животные или куры, ну как я вижу, в этой местности их практически отсутствует, наверное, нечем кормить. Но если у кого-то такое есть, то это люди счастливые, они могут окунать в куриный бульон, или там во что-то как бы жиры мить. У тех, у кого этого нет, они просто сыпят пеплом. Еще раз и еще раз хочу поблагодарить вас, дорогие, за ваше участие, за ваши финансы, и за каждое купленное зернышко для этих людей, для них это огромная-огромная драгоценность, которую они ценят больше всего в этой жизни. 300 мешков кукурузы было завезено сюда, в Рифтвале, которую раздали по всем голодающим семьям, чтобы им хватило на какой-то период времени. Следующую порцию кукурузы они получат где-то в конце ноября, и до ноября им нужно как-то тянуть. Но вот эти мешки кукурузы, которые остались здесь, это для детей, которые приходят сюда в школу. Многие из них идут в эту церковную школу много километров, и, конечно же, голодные. После того, как проходят занятия, им варят вот эту майс, кашу кукурузную, и раздают детям. Многие дети просто, как пастор смеется, они приходят в школу не из-за знаний, а за тем, чтобы получить свою порцию кукурузы. И я хочу просто выразить особую благодарность некоторым детям, которые пожертвовали деньги на кукурузу. Это Самуилка Макоед, Джессика Ленчевская, Маша и Сережа Тишевские, и другие дети, которые принесли свои копилки и сказали, тетя Лена, а мы хотим, чтобы вы купили на эти деньги кукурузу. Я хочу вам сказать, дети, что на ваши деньги была куплена кукуруза. И теперь другие детки, которые живут здесь, в Рифтвале, они получают каждый день кашу. К сожалению, не каждый день. Суббота и воскресенье – выходной в школе. И поэтому дети с нетерпением ждут понедельника, чтобы прийти и напитаться. Попутешествовав 4 часа, мы возвратились назад, вот в этот гостеприимный двор. И почему я говорю «гостеприимный»? До нас единственный белый человек, который посещал эту семью, это был Гота. Мы вторые белые, которые, они открыли двери. И два года назад мы уже были в этой семье и произвели хорошее впечатление, наверное, что в этот раз они не просто пригласили нас, узнав, что мы приехали, но и накрыли для нас стол. И приехав сюда утром, мы пообещали, что на обратном пути мы возвратимся, когда вся семья соберется вместе, мы возвратимся, чтобы вместе с ними принять трапезу. И вообще, если учитывая историю этих племен, то ты можешь быть просто польщен тем, что тебе оказали такую великую честь принять у них пищу. Они вообще такие замкнутые, негостеприимные, ну как бы живут такой своей замкнутой жизнью. И всего недавно, около 20 лет назад, как они открылись для того, чтобы кто-то стал из посторонних приезжать к ним. И у них существует закон гостеприимства. Этот закон гостеприимства, что если кто-то им полюбился, то они будут принимать его с радостью. В связи с тем, что Гота на протяжении определенных лет кормит голодающие народы и вот эту семью, особенно сейчас, ничего нету кушать, и он подоставляет им зерно, кукурузу, то ему дали новое имя, которое в переводе с Цвахили обозначает человек, помогающий всем. Мы находимся в большом доме для женщин. И они вымоли здесь полы, все прибрали очень чисто довольно-таки, и так свежо. На улице так столько жарко, но здесь свежо. И теперь мы в ожидании пищи. И хозяин, получив от нас целлоофон, он такой довольный. Я спросила, где же твой целлоофон? Он говорит, я его спрятал. Когда мы встречались в прошлый раз, у него было три жены. Ну вот пока мы ездили туда-сюда, приехали, два года, правда, прошло, у него уже четыре жены уже, он уже разбогател, детей у него уже больше стало. Сам вроде бы так старичок неказистый, но жен любит. Вот действительно написано в старости сочный плодовитый. Сам лет под 60, а новые жёнышки по 16, да? Молодые, да? Да. Он не работает, отдыхает, а жёны работают, пашут, кормят его. Круто. Так что в Америке, если вам плохо живётся, переезжайте в Танзанию. Мы спросили этого не очень молодого мужчину, сколько ему лет. Он сказал, не знаю. Ну и так, в общем-то, все стали предполагать, что ему может быть 80, а может быть 100 лет. Никто не знает. А он говорит, нет, мне 200. А он говорит, 200 лет. Ну, в общем, попробуй тут разобраться. Та внутри. Просто сахар. Это цвет воды. Это цвет воды. Ты жёстка. Чтобы пить такие напитки, нужна большая вера. Вода набрали прямо из реки. Ну и как, ребята? Курица. Понятно, что пушится. И немножко пожевать нужно. Ну, это большая вам честь оказана. Какая вырогичная, где мне надо. Это наш последний день в Танзании. Завтра мы уже улетаем в Эфиопию. И сегодня мы приехали сюда, на эту гору, чтобы раздавать людям кукурузу. Два дня заняло на то, чтобы найти кукурузу более-менее дешёвую. И сегодня мы приобрели более 100 мешков кукурузы почти по 23 доллара. Это, конечно, в два раза дороже, чем кукуруза продавалась в прошлом году. Но мы счастливы, что хозяева могли продать нам фермеры по этой цене. Потому что многие из них не хотят продавать. Они знают, что цена растёт с каждым днём больше и больше. И ждут выгодно, когда они могут продать выгодно кукурузу. Сейчас мы ожидаем трак, который привезёт нам мешки с кукурузой. И вчера проехали по многим деревням и выбрали самые такие семьи, у которых на данный момент вообще ничего нет кушать. И с раннего утра люди начали собираться, подходить в ожидании кукурузы. И вот они сидят там уже несколько часов и ждут, когда же привезут им долгожданную пищу. Многие из них уже много дней питаются корнями, которые они вырывают. И проваривают их с водой и так едят. Но сейчас они получат один мешок кукурузы. И вы представляете, им эта тяжесть, им нужно будет нести на себе многие километры. Но они счастливы от того, что они принесут пищу домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь даже присутствует консул этой местности, который пришел посмотреть, это большое событие в жизни города, потому что не часто раздают бесплатно кукурузу И первый вопрос, который задали мне эти люди, они сказали, а вы говорите на Цвахилии? Я сказала, нет, но я выучу, потому что я планирую работать с вами и часто сюда приезжать И они очень обрадовались, я говорю, а вы знаете, кто мы такие? Они сказали, да, знаем, вы привезли нам кукурузу, и это здорово Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маша какая Тишевская? Субтитры сделал DimaTorzok Разгрузка подходит к концу И сейчас мы начнем раздавать кукурузу Кто-то получит целый мешок, кто-то всего полмешка В зависимости от семьи Но перед тем, как все это закончится Я хочу И пастор Василий Мы просто хотим выразить благодарность Всем тем, кто принял участие в программе Спасибо вам, дорогие, за ваши доллары За ваши приношения Когда видишь эти лица, видишь этих детей с опухшими животами от голода То ты не остаешься равнодушным И я просто хочу сказать спасибо вам Иисус однажды сказал, что если вы сделали это одному из малых всех Вы сделали это мне И каждый присланный доллар На каждую копейку, которая была пожертвована на эту кукурузу Значит, кто-то будет накормлен вашими пожертвованиями Спасибо вам Не останавливайтесь в этом Продолжайте это делать Пусть будет больше накормленных Пусть будет больше тех, которые услышат весь Евангелие Пусть будет меньше, которые будут умирать в маленьком возрасте Которые будут умирать от голода с опухшими животами И сегодня мы здесь, чтобы выразить вам особую благодарность За то, что вы стали участниками этой великой Божьей работы Спасибо вам, дорогие Спасибо всем, молодым и старым Спасибо детям, спасибо подросткам Все, кто жертвовал на эту кукурузу Спасибо людям, живущим в бывшем Советском Союзе Россия, Украина, Молдавия, Литва Спасибо тем, кто присылал из Франции Из других мест, из Америки Из-за всего конца земли шли эти пожертвования Спасибо вам, домохозяйки и бизнесмены Спасибо всем тем, кто откликнулся, услышав призов от Господа И хочу выразить особую благодарность детям Многие дети приносили свои копилки Один мальчик, которому 3,5 года Самуи принес свою копилку И родители рассказывают, где бы он ни был Он собирал по центу и бросал в копилку, говоря Это деньги для детей Африки И когда перевели эти деньги, там оказалось 80 долларов Спасибо тебе, Самуилка Спасибо Джессике, маленькой, трехлетней девочке Которая приносила эти деньги постоянно И говорила, отдайте этим детям в Африке Спасибо Машеньке и Сереже Которые также принесли свои копилки И многим-многим другим детям Живущих в разных концах земли Но которые помнят об этих детях, живущих в Танзании Сотни людей пришли издалека Из дальних деревень И вообще вокруг этой местности Они услышали о том, что христиане, верующие люди Добрые люди Они раздают сегодня пищу для их детей И не зря пастора Гота здесь называют Человек, который помогает всем И слава Богу, что мы стали участниками этой программы И, конечно, я в свою очередь хочу выразить всем вам благодарность Спасибо, дорогие, за ваши добрые сердца За открытые души Что вы сами сегодня, переживая трудности Но делитесь с этими обездоленными людьми Вы настоящие христиане И что я хочу сказать сегодня Мы будем продолжать вот эту программу И по возможности мы просим, чтобы вы также продолжали быть участниками Дорогие, я верю Бог призвал нас с вами быть этими Иосифами И кормить вот этих людей Когда у них сегодня трудности Библия говорит, чтобы наш с вами избыток Послужил восполнением недостатка Тех, кто находится сегодня вот в таких стесненных обстоятельствах Я благословляю каждого телезрителя Дорогие, давайте не будем останавливаться Давайте мы будем продолжать Пусть наши нации, пусть наш народ Пусть наши люди Становятся участниками этого прекрасного служения Богу Пусть добродетель останется всегда в сердцах наших Будьте благословены И еще раз вам большое спасибо И мы также благодарим всех отзывчивых людей Тех, кто откликнулся За большую помощь, которую вы оказали этим людям Они голодают, и у них нет ничего Что можно было бы покушать Это очень и очень большое благословение Для людей, которых вы сейчас видите вокруг нас Мы вам сильно благодарны И пусть Бог благословит вас И воздаст вам по богатству своему Много-много раз Так, чтобы вы могли еще помогать этим людям В их больших трудностях Как это Большое спасибо Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вначале все пришли такие напряженные люди Нагруженные, голодные Но когда стали раздавать кукурузу Сейчас они счастливые Вы можете увидеть, как женщина 60 килограмм Мешок нагрузила на голову И пошла счастливая вниз с горы Все подходят, хлопают меня по плечу Что-то говорят на своем языке Я ничего не понимаю, но они смеются, обнимают Некоторые плачут И потом только я узнаю, что они говорят Приходите еще, приходите еще Мы так рады вас видеть, вы такие хорошие люди Так что это здорово видеть людей счастливыми Вот так в Африке живут люди Приятно быть Особенно, когда на миссии Какое-то доброе дело делаешь Такое ощущение, как Христос говорит Пища моя есть, творить волю пославшего меня Отца Вот что-то делаешь доброе И как-то сердце, душа радуется Чувствую, что не зря живешь на земле Как-то И самому приятно, что ты не бездельник Какое-то ты людям добро А представляете, сколько людей потом Пославляют Бога Идут в церковь Благодарят Иисуса Не зря они здесь нас, белых людей Принимают, как белых ангелов Относятся с большим уважением Конечно, не все белые люди Так относятся к этим людям Но вот к нам настолько открытое сердце Они полюбили нас Полюбили мою деревню прекрасную Все столько многих благодарностей говорят Удивительно, удивительно Наверное, это незабываемые дни жизни Вы можете стать участником миссионерской работы Пожертвование можно сделать через систему Western Union На имя Елена Тищенко Город Ванкувер Штат Вашингтон, США Или через систему PayPal На электронный адрес info at lgchurch.org Вы также можете сделать свое пожертвование Банковской карточкой Или персональным чеком Для караван Милосердия А также Вы можете сделать Ваш перевод На расчетный счет Караван Милосердия Банк Чейз Раутин номер 5702-01025 На расчетный счет 9772-77706 Для караван Милосердия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова